В областном центре произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадал инспектор ГИБДД. Дехач на мотоцикле не подчинился требованиям инспектора остановиться и предъявить документы. Вместо этого решил скрыться. Полицейский на мотоцикле попытался догнать нарушителя. В итоге произошло столкновение транспортных средств. Оба водителя получили травмы, потребовалась помощь врачей. Теперь правоохранителям предстоит провести проверку и дать оценку произошедшему. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло на улице Солмышской. Молодой человек, не оглядываясь по сторонам, пересекает проезжую часть по зебре. В этот момент выезжает легковой автомобиль. Водитель сбивает пешехода на полном ходу. Как рассказывают очевидцы, мужчина получил травмы и был госпитализирован. По данному факту также проводится проверка. Погиб в огне. Семь пожарных более часа тушили возгорание в одном из многоквартирных домов Новотроицка. Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Огонь удалось быстро локализовать и не допустить распространения на другие жилые помещения. После того, как пожар был ликвидирован в квартире, спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины. Что именно стало причиной трагедии, экспертам предстоит выяснить. По предварительным данным, виной всему стала непотушенная сигарета. Не обошлось и без происшествий на воде. В реке Сакмара в Оренбурге в воскресенье утонул мужчина. Его тело нашли и достали из воды случайные прохожие. Что привело к трагедии, пока неизвестно. Выяснением обстоятельств его гибели занимаются правоохранители. Этот мужчина стал третьим утонувшим в Сакмаре за минувшую неделю. До этого с разницей в день в реке утонули двое 15-летних подростков. Анастасия Кубатко, Маргарита Бакирова. Новости дня.